Поговорить о рейтинге благотворительных организаций. Тема, с одной стороны, такая не очень часто встречающаяся, с другой стороны, все чаще встречающиеся, все больше про это говорят и обсуждают про то, надо ли рейтинговать благотворительные организации, как это надо делать, что это может дать. И мы очень рады, что сегодня вместе с нами, вернее, я бы даже сказала, и одним из инициаторов этой дискуссии является благотворительный фонд «Социальный навигатор». Я рада представить вам Татьяну Задирака, которая будет ведущей сегодняшней дискуссией, будет задавать тон, ну а мы, я думаю, что если будут вопросы, будем спрашивать, если будут соображения, будем высказывать, если будет что-то вызывать сопротивление, тоже будем высказываться. Вот, и я с удовольствием передаю Татьяне слово. Татьяна, пожалуйста, все, что вы хотите и знаете сказать. Я знаю, что наша дискуссия не первая, и я знаю, что не последняя на эту тему, вот, поэтому, может быть, нам в том числе было бы интересно узнать, а что другие про это думают. Вот, передаю микрофон с удовольствием. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, добрый день. Я надеюсь, меня слышно, правильно? Да, все хорошо. Отлично, ну слава богу. Я немножко нервничала, когда мы готовились к этому, это у меня такие красные щеки, но это единственное, теперь уже все налажено, видео есть, и я хочу сказать, Марина, спасибо вам большое за то, что вы согласились организовать эту встречу. Я начинаю все онлайн-дискуссии на эту тему с одного и того же, что на самом деле я по-другому мечтала представить результаты рэнкинга и нашей работы, которой мы посвятили почти год нашего времени совместного, таким путем, чтобы приехать в Архангельск, выступить перед людьми вживую, рассказать о том, что мы делали и так далее, но, к сожалению или к счастью, жизнь несла очень серьезные коррективы в эти мои мечты, и мы с вами сегодня встречаемся в онлайне. Но я думаю, что когда-нибудь мы все равно вернемся к нормальному режиму жизни, и мы увидимся с вами в Архангельске. И, Марина, спасибо большое, это абсолютная правда, мы не первые, уже не в первом регионе обсуждаем эту историю, я постараюсь не говорить одно и то же. И у нас еще на этой неделе две презентации, одна из которых будет в Москве, да, у нас в Москве не было еще вообще никакой презентации, только формальное обсуждение, а только в основном по регионам. Итак, я бы хотела рассказать с самого начала самые основные вещи, и они у вас были в посте, который рассказывал о том, что я буду выступать, в самом начале, то есть что такое рейтинг, для чего он нужен, и чем он может быть полезен для организации. И я хочу все равно начать с классической ситуации. Я, в общем, как директор фонда, шла к этой истории очень давно. Мне казалось на каком-то этапе, что российский некоммерческий сектор уже достиг такого уровня развития, что мы можем создать свой независимый механизм, ну, вообще-то мечта моя была сделать механизм оценки работы некоммерческих организаций, потому что всем нужна эффективность, все хотят знать, хорошо ли работает некоммерческая организация, как это можно устроить, как это можно сделать и посчитать, и так далее. И поскольку я работала довольно долго в благотворительном фонде, который изначально был американским фондом, то у меня была возможность посмотреть, как это работает в других странах. В первую очередь, конечно, в США, но не только. Потом это была Франция, Великобритания, это была Канада и другие страны, в которых были системы рейтингования некоммерческих организаций. И когда мы с коллегами по сектору зарегистрировали, наконец, социальный навигатор, это было одно из основных направлений деятельности нашей организации, которая, по сути, является организацией инфраструктурной поддержки некоммерческого сектора. Нам казалось, что сектор к этому созрел, что есть большое количество интересантов, которые могут оплатить это пиршество духа и сделать, в общем-то, совместно с нами некую рейтинговую платформу, которая даст нам возможность определить зерна от плевела, определить некоммерческие организации работающих от неработающих, посмотреть, как это все представлено на портале Министерства экономического развития, Росстата и других публичных платформ. Но, знаете, это оказалось неправдой, и это не получилось с первого раза. И у нас не получилось найти деньги на создание этого платформенного решения, то есть создание системы, мы ее называли валидацией, сейчас она называется уже рэнкинг благотворительных организаций по нескольким причинам. Причины эти следующие. И эти причины публично, ну, как бы, откровенно озвучивались только бизнесу, потому что я пришла, разумеется, к коммерческим компаниям, с кем я работала раньше. Я про корпоративный фандрайзинг понимаю лучше, чем, ну, про какой-то другой. И мне корпоративные доноры говорили, ну, есть тут несколько моментов, Татьяна. Первый момент связан с тем, что это дорого. Второе, что это нужно повторять. А третье, что нам кажется, что это будет такая нервная история довольно, связанная с тем, что будет высокий уровень критицизма, связанный с формированием рэнкинговой платформы. То есть, условно говоря, люди будут задаваться вопросом, а кто судьи? То есть, почему кто-то взял на себя некую такую смелость довольно, помимо того, что это стоит денег еще, создать платформу, в которой будут рейтинговаться некоммерческие организации. В общем, с этой историей мы ходили так или иначе довольно продолжительное время, приблизительно полтора года. До того момента, когда мы поняли, что, вероятнее всего, самым близким, интересантом, которому может быть вот, ну, на самом деле, интересная история про рейтинг благотворительных организаций, должна быть какая-то организация, связанная с государством. Потому что государство может быть заказчиком этого дела, государство может использовать рейтинг благотворительных организаций для своих целей и интересов, если он будет работающим. И, в принципе, вот эти предположения, которые мы заложили в основу заявки, они получили подтверждение, потому что фонд президентских грантов нам дал деньги на разработку методологов. Но на этом, это было же, ну, как бы, вишенка на торте. Началось это гораздо раньше. И Марина мне не даст соврать, почему. Потому что, когда мы задумали подаваться на конкурс фонда президентских грантов, мы как раз-таки хотели расширить платформу людей и организаций, которые бы стояли у истоков этого движения. Что я имею в виду? Мы провели переговоры с людьми, которые представляли собой различные части пазла некоммерческого сектора, которые нам казались людьми-экспертами. Людьми, которые понимают, а, зачем это нужно, б, когда-то по своей работе либо общались с этим, либо смотрели на это и понимали. Это был закрытый конкурс. Мы приглашали этих людей самостоятельно и вели с ними переговоры. И я благодарна, Марина, вам за то, что на том периоде, когда мы вели, еще было все непонятно, это все еще непонятно, были бы будут деньги и так далее, вы согласились войти в экспертный совет. И мы это очень-очень ценим, потому что нам кажется, и это одна из задач, почему я сегодня выступаю перед вами, мы хотим рассказать людям, которые работают в социальном секторе, не только в Москве и Санкт-Петербурге, а на просторах нашей все еще великой Родины, о том, как мы себе задумали всю эту историю. И вот когда мы получили первые деньги от ФПГ, и мы решили, что это будет рейтинг, и мы к тому же слышали о том, что сейчас была еще такая коммерческая компания, называется она РАЭКС, она тоже работала над... Так, что это такое? Аккумулятор. Сейчас, одну секундочку, у меня, по-моему, садится батарейка, я сейчас включу сюда, если будет совсем садиться. Да, и есть организация РАЭКС, она занимается рейтингованием коммерческих структур, и РАЭКС объявила о том, что они будут делать рейтинг благотворительных организаций. Сейчас я на секунду отойду, возьму зарядку. Секундочку. Секундочку. Так, и что? Слышно, что это или нет? Уважаемые коллеги, сейчас нормально слышно? Или фонит, всё. К сожалению, фонит. Так, и что мы можем с этим сделать? Сейчас. Секунду. А сейчас? Сейчас. Такое ощущение, что у вас работает одновременно два микрофона. У вас на втором устройстве. Нет, выключен. У меня микрофон на первом устройстве, прямо здесь находится, вот написано, что он выключен. Всё, сейчас хорошо. Хорошо? Давайте, давайте, может быть. Да, сейчас нормально, нормально. Анастасия, слышите меня? Да, да, да. Да, да, всё нормально. Нормально всё. А вот видно, Александра написала, теперь всё в порядке. Ну, я рада. Только теперь у меня нету... Вы меня видите? Мы вас видим, всё нормально. Так, да, и мы провели большую работу, и я хотела сказать, что вот, Марина, спасибо вам большое, потому что нам было важно следующее, чтобы региональные благотворительные организации в лице экспертов своих были представлены очень широко в экспертном совете. Таким образом, у нас из практически ресурсных центров и фондов местных сообществ, а Марина, кроме вас, есть ещё Елена Малицкая, Борис Цирюльников, Олег Шеребков и Дарья Буянова, которая представляет Добрый город Петербург. Ну, соответственно, весь экспертный совет у нас представлен на сайте, и таким образом мы пошли в работу. Когда мы получили деньги, мы сделали исследование международного рынка о том, как устроен вообще рейтинговый... рейтинговая история в разных странах. И мы сделали исследование англосаксонской модели и подошли близко к странам, которые работают и похожи на Россию в современных условиях, в частности, Украина, Сербия. Помимо этого была Юго-Восточная Азия. В общем, было довольно много исследований, которые мы сделали. Так вот, что я хочу сказать. Один из вопросов, который мы слышим постоянно от коллег, когда делаем презентации. О чём он говорит? Люди, которые слышат о рейтинге, они говорят, что рейтинг должен решить все задачи благотворительного сектора. И как только мы пошли в паблик и сделали первые анонсы, ко мне пошли некоммерческие организации, которые стали говорить, вот что вы делаете, что такое ваш рейтинг. Мы говорим, что это на самом деле будет не рейтинг, а рейтинг. И разница между ним следующая. Рейтинг – это такая система оценки по определённым критериям некоторых объектов. В нашем самом случае это некоммерческие организации, которые даёт определённое положение. То есть некоммерческая организация может занимать в рейтинге положение 1, 2, 3, 4, 124, и так до самого конца. В ситуации рейтинга такая вещь не происходит. В рейтинге есть более… в рамках определённой звезды, например, 3 звезды, 2 звезды, 4 звезды и 5 звёзд, есть множество некой организаций, которые попали туда по определённым показателям. И мы считаем, что для России эта система подходит больше всего. И организации, которые обращаются к нам, говорят, почему вы не хотите делать рейтинг, и мы хотим, чтобы ваш рейтинг оценивал эффективность работы некоммерческой организации, мне приходится коллегам из бизнеса, ну, из нашего бизнеса, из некоммерческого сектора, объяснять следующее, что для того, чтобы система заработала и можно было оценивать эффективность работы некоммерческой организации, нам нужно ещё преодолеть целый ряд шагов, потому что это невозможно на всём количестве некоммерческих организаций делать эффективность, если у нас нет элементарных реперных точек, на которые можно вообще делать какие-то суждения о работе некоммерческих организаций. Как это работает за границей? А в странах, где рейтинговая система работает, ну, большее количество лет, там существует большое число различных баз данных, касающихся некоммерческого сектора. Все эти базы данных, они, как сказать по-русски, reliable, ну, то есть они проверяемые, они заслуживают доверия, и только экстраполируя на основании этих баз данных, делаются оценки об эффективности работы некоммерческих организаций. У нас такой истории пока нету, потому что все вы знаете, что мы должны сдавать по закону отчёты в Министерство юстиции Российской Федерации, но это делают далеко не все организации. И разница между официально зарегистрированным числом, которое зарегистрировано при Министерстве юстиции, на порядка, меньше чуть-чуть, чем 100 тысяч организаций отличается от того, что есть в Росстате. И, к сожалению, никто не может объяснить, в чем заключается эта разница. И таким образом мы не можем ни на чем, ну, как бы, экстраполировать оценку эффективности некоммерческой организации. Мы считаем, что сначала мы сделаем рэнкинг, потом этот рэнкинг отработает год, потом мы соберем всех блох, ну, то есть, условно говоря, что-то такое, что не работало в ситуации рэнкинга, а потом мы можем его запустить как систему, на основании которой различные группы заинтересованных лиц или стейкхолдеры могут реализовывать свои амбиции, связанные с самым разным количеством интересов. Что я имею в виду, если по-простому? Органы, кто являются с нашей точки зрения главные интересанты рэнкинга? В первую очередь, это органы государственной власти. Вот если вы работаете с органами государственной власти в вашем регионе, в области, вы, наверное, не дойдете к ней, но можете подтвердить мои слова, что госорганы говорят, мы хотим организации знать, которые работают в определенной части социального сектора, с ними работать, делать партнерские проекты, и так, чтобы эти организации были хорошие. То есть, они могли работать, у них была деятельность, и с ними вообще можно было сотрудничать. Это первые интересанты. Вторые интересанты этой истории – это сами некоммерческие организации. И это на сегодняшний день не вопрос фандрайзинга. Почему? Опять-таки, я участвовала недавно в одной онлайн-сессии, ее проводил фонд Истоки, и посвящена эта сессия или конференция была эндаумент-фондом. И там выступали всем нам известные люди, в том числе и Олег Шеребков. И кто-то начал рассказывать про то, что если сделать базу по всем эндаументам, то сразу это приведет невероятное количество доноров, которые вдруг, неожиданным образом, непонятно почему, будут давать деньги на эндаументы. Вот платформенное решение, которое мы сейчас делаем, фандрайзинговым в первой итерации не будет, как мы себе представляем. Почему? Почему, тем не менее, это может быть важно для некоммерческого сектора? В первую очередь, почему... Так, господи, твоя воля. Да. Почему это не является на первом этапе инструментом фандрайзинга? Ну, опять-таки, поскольку мы с вами здесь специалисты собрались, вы понимаете, что люди очень часто принимают решения о том, кому давать деньги на основании очень личного и довольно пристрастного выбора темы. То есть, ты мне нравишься, я дам тебе денег. У тебя тема, которая со мною созвучна, я дам тебе денег. И это не вопрос рентинга, рейтинга или еще каких-то вещей. Вот люди, которые помогают животным, они им все равно будут помогать, независимо от того, чтобы мне сказали, что организация непрозрачна, у нее нет годового отчета, у нее непонятно, как ведутся финансы и так далее. Потому что люди принимают решения относительно финансирования подобных проектов, руководствуясь абсолютно другими мотивами и решениями. Тем не менее, рентинг, если и когда он будет работать, он может быть полезен некоммерческим организациям. Следующая история. Условно говоря, если некоммерческая организация, ну, Марина, например, Гарант это не касается напрямую, ну, какая-нибудь другая некоммерческая организация, работающая в Архангельской области, ну, вы улыбаетесь, да, но мы же с вами понимаем о том, что если мы говорим про ресурсные центры, фонды местных сообществ, сколько у нас там, 10 этих на всю Россию, да, работающих, и мы все знаем всех героев в лицо, да. А вот если мы говорим о некоммерческих организациях, которые работают в регионе, и они хотели бы сравнить себя с другими организациями этого профиля, находящихся на этом же этапе развития своего, более или менее с похожим бюджетом и помогающим одной и той же целевой аудитории, вот для этих организаций, то, что называется бенчмарк или горизонтальная оценка и сравнение, они могут быть очень полезны. И, соответственно, можно создавать партнерские проекты в других регионах, заниматься тиражированием своих проектов, если вы считаете, что у вас уже хорошие проекты, они созрели, их можно тиражировать, и распространением на других регионах. Вот с этим рэнкинг может помочь. Со временем я, конечно, считаю, что если эта история вырастет, и она будет работать, то фондрайзинг тоже подтянется. Посмотрите, что происходит сейчас, например, с Charity Navigator или GuideStar в Соединенных Штатах Америки. Сейчас ни один донор не дает ни копейки корпоративных денег, и ни копейки денег, более-менее связанных с государством, если организация не представлена на GuideStar. Почему? Потому что Совет фондов США заключил партнерское соглашение с GuideStar о том, что теперь все денежки, будьте любезны, должны быть у организации, если организация имеет статус, зарегистрирована на портале GuideStar. Но это история длинная. Теперь история про бизнес. И я об этом говорила в Новосибирске, и Лена Малицкая мне сказала, Татьяна, ну что же, вы прям так, бизнес тоже заинтересован в том, чтобы знать о некоммерческих организациях, с которыми можно работать. Я не хочу сказать так, чтобы вы меня поняли неправильно, превратно. Бизнес, конечно, интересант в том, что касается системных решений, потому что системные решения для бизнеса понятны с точки зрения бизнеса, и что бизнесу, конечно же, нужны партнерские организации в регионах своего присутствия. Это несомненно. Но есть и некое ограничение, почему я бы поставила среди всех интересантов этой истории, то есть среди основных стейкхолдеров, бизнес на третье место. Потому что у бизнеса на самом деле не очень большой выбор. В каком смысле? У бизнеса есть несколько опций, как работать с некоммерческими организациями в регионах своего присутствия. Опция номер один – это когда бизнес работает с теми организациями, которые там есть, даже если они бизнес не очень сильно устраивают. Просто других там нет. Второй момент – когда бизнес пытается создать свои собственные некоммерческие организации или дорастить уже существующие до того уровня, когда бизнесу комфортно и по деньгам, и по стратегии, и по программной деятельности, и по отчетности работать с некоммерческой организацией. И третий подход, которым бизнес довольно широко пользуется – это привезти варягов. То есть, условно говоря, привезти какие-нибудь сильные организации из той же самой Москвы, Санкт-Петербурга и других организаций, и других городов, где это есть, миллионники, в свой регион и дать возможность организации работать там. Вот с этим связаны исключительно ограничения в использовании рейтинговой платформы у коммерческих структур. И самые последние в этом вот списке моем являются частные доноры. Но про частных доноров я уже сказала, почему я считаю, что на сегодняшний день частные доноры не руководствуются никакими системными решениями при принятии решения кому, когда и сколько денег давать. И количество примеров бесконечно, начиная от ночлежки, заканчивая сбором каких-то миллионов-миллионов на частные карты в социальных сетях для детей, умирающих от разных заболеваний. Поэтому я надеюсь, что вы понимаете то, о чем я говорю. Теперь, относительно того, что же это будет за платформенное решение. Это будет такой некий сайт, на котором некоммерческие организации, но не все, а только благотворительные организации, это наша первая итерация при реализации рейтинговой платформы, будут представлены. И я хочу еще сказать, что это не будет добровольная и заявительная история. Это будет сплошная проверка всех официально зарегистрированных благотворительных организаций в Российской Федерации. И тут я должна сказать, что нам очень сильно помогли юристы за гражданское общество, которые в середине проекта приняли наше приглашение и согласились стать нашими про-бонопартнерами. И они помогли нам очень сильно сфокусировать то, каким образом мы определяем, кто такие благотворительные организации, которые попадут на эту платформу. Это организации, которые по 135 ФЗ считаются благотворительными, и у которых есть название «Благотворительная организация» в своем официальном названии. Дальше. Это будет принудительный рэнкинг, и будет взята вся информация публичная, которая только есть в публичном доступе о некоммерческой организации. Поэтому у нас есть так называемый IT-партнер. Это организация «Зао-СПА». Мы ее выбрали, потому что это организация, которая работает с большими базами. И у нас в «Анамнезе» уже есть партнерский проект, который мы с ними реализовывали в 2018 году, когда я пыталась помочь компании РЖД запустить программу по корпоративному волонтерству. Поэтому они про это знают, понимают. Они нам уже подготовили целый ряд предложений по IT, когда мы формировали платформу рэнкинговую, и они будут нашими теми техническими руками, которые сделают сайт и которые соберут всю информацию в публичных источниках, которые есть для благотворительных организаций. То есть они ее соберут и спарсят. Я прошу прощения, вы понимаете, что значит «спарсить»? Не очень. Хорошо. Значит, «спарсить» — это значит собрать всю информацию и представить ее в неком консолидированном виде с помощью определенных технических алгоритмов. Это когда одна информация накладывается на другую информацию, на третью из всех баз данных, а потом из нее получается некое решение, которое и представлено на сайте, и которое и будет рэнкингом как таковым. Еще я хочу одну вещь сказать. Я больше я очень сложно рассказываю. Я постараюсь как-то попроще, но что-то меня ведет в совсем сложные направления. Если так оно есть, вы мне говорите. Я постараюсь рассказывать попроще. Они сделают все базы данных, какие только есть, и будут их использовать. Когда мы готовили этот проект, для того, чтобы показать, как это будет на выходе, за ОСПА нам сделали профайл нашего собственного фонда, социального инвегатора. Это было 56 страничек, так, немножечко. Они собрали всю информацию, которую они смогли найти в паблике. Но знаете, что меня больше всего удивило? На первой странице этой информации был так называемый рискометр. Это такая вещь, которую делает коммерческая компания на основании статистических баз данных о том, что можно найти в паблике о некоммерческой организации. И это такая линейка, да? Она от красной до зеленой. То есть красная означает высокий риск, а зеленая означает риск маленький, и все нормально, организация гармонично развивается и так далее. Как вы думаете, сколько у социального навигатора было пунктиков там? Подожди. Можно в чат написать. Ну хорошо, в чат написать. Не-не, а этот самый... Ну... 30. 30, да. И скольки? Мария, 30 и скольки? Ну пока вот только 30. Одна. Ну ладно, хорошо, давайте. Я вам скажу. Там, значит, было от одного до десяти. Мы были на четверке. Это была такая с красного-зелено переходящая, да? И я интересно так посмотрела, думаю, что ж такое там у них такое? Почему они так считают? Мне казалось, что у нас на самом деле нормальная бизнес-модель, потому что в фонде есть целый ряд финансовых источников. То есть мы не только на грантах сидим. У нас есть коммерческие деньги, у нас есть пожертвования, у нас есть грантовые деньги. То есть с точки зрения финансовой устойчивости фонд работает нормально. Денег было, не пойми там сколько, очень много, но мы были первый год существования, да? И это было, мне кажется, тоже. У нас есть совет директоров, принимаются решения, у нас есть годовой отчет, мы участвуем в ФПГ и так далее. Но они оценили нас как вот 4 из 10. Что я хочу сказать? На самом деле мне это было интересно как руководителю организации, как видят нас другие компании, которые занимаются автоматическим рейтингованием информации. Дальше это для меня является определенным показателем, что я хочу сделать с этим как руководитель. Хочу ли я что-то поменять или я не хочу что-то поменять, да? И это задача руководителя некоммерческой организации принять эти вещи к сведению, а дальше решать, будут ли они пользоваться, будут ли что-то меняться с этим в связи или не будет меняться. Та же самая история и с ренкингом. Когда у меня спрашивают люди в регионах, значит, зачем нам ренкинг может быть нужен? Вот я вам расскажу абсолютно пример, который меня покорил саму, да? Вы знаете, что Министерство экономического развития составило список некоммерческих организаций, значит, которые прошли некую верификацию, да? В основном это организации, которые получили деньги от фонда президентских грантов, и эти организации теперь при работе с бизнес-компаниями имеют возможность давать бизнес-компании то, что называется налоговые бенефиты. То есть, условно говоря, коммерческая компания, делающая пожертвования в эту некоммерческую организацию, освобождается от уплаты налогов. И я как-то этим даже не пользовалась, и даже мы не смотрели, но бухгалтер мой посмотрела, я так как-то и не зашла в этот ресурс, извините, и не посмотрела, мы на самом деле там есть или нет. Мы решили, что если ФПГ там есть, то, ну, это получатели денег от ФПГ, значит, мы там должны быть. Так вот, я пошла на встречу с одним своим донором большой компании, которая дала нам довольно много денег в ситуации вот коронавируса, да? И это были мои, ну, и мы пошли встречаться именно поэтому, потому что готовили отчеты, рассказывали, как там вся работа идет и все. И тут вдруг человек, от которого принимается решение, зависит, он мне говорит, Таня, а вы вообще в этом списке-то есть? А я говорю, да я вообще-то не знаю, но мне кажется, что мы должны быть в этом списке, потому что, ну, как бы он создавался, мы там должны быть по определению, потому что мы получатели денег в фонду президентских грантов. Вы знаете, он был счастлив больше, чем я раза в три, хотя это был объект бизнеса, ему пришлось платить за нас. Но он мне сказал, боже, это же так здорово, если вы находитесь в этом списке, это означает, что мы можем вам дать там не 10, а 110 миллионов на вашу работу, потому что вот так вот складывается эта история. Вот мне кажется, что если рэнкинг будет, опять-таки, системой работающей, то организации, которые в нем находятся, могут получать бенефиты таким образом. Приходяли в государственные структуры, работали с бизнесом в регионах, рассказывать о том, что вот мы находимся в этом рэнкинге, в этом рэнкинге у нас там 3 звезды, или 4 звезды, или 5 звезды, или 3 звезды, или 2 звезды, неважно сколько. И если организация считает возможным для себя хвастаться этим и пытаться, ну, как бы превратить звездность своей работы в некий пункт по продаже своей работы, то мы считаем, что очень хороший результат. Там кто-то что-то написал. А, здравствуйте, здравствуйте. Вот, и это может быть полезно для благотворительных организаций в этом формате. Дальше. Мы, как я уже сказала, рассматриваем только благотворительные организации, но на следующей итеракции у нас стоит задача, и это подтверждено решением экспертного совета, что мы хотим ввести в рэнкинг все социально ориентированные некоммерческие организации. То есть мы хотим сначала прочекить 10-11 приблизительно тысяч НКО. Мы предполагаем себе, что в рейтинг попадут 3 тысячи организаций с разной степенью звездности. Будут организации, которые не будут иметь вообще звезд, но они будут иметь личную карточку или личный кабинет. И эта история должна, как продукт-то по продукт, быть готова уже к июлю следующего года, 21-го. То есть саму платформу и личные кабинеты, и структуру, и наличие сотрудников фонда, которые будут заниматься этим, и техническая поддержка. Мы все это сделаем к ноябрю, к декабрю. А потом начнем заниматься уже созданием, собственно, системы рэнкинга. Почему июль? Потому что организации сдают отчеты в апреле. И эти отчеты не всегда равномерно подгружаются. То есть мы думаем, что может быть задержка где-то приблизительно два месяца. А потом уже вся информация попадет на сайт, она будет в публичном пространстве. И таким образом мы сможем предоставить результаты в июле следующего года. Что для нас еще очень важно? Мы сделали промежуточный отчет для фонда президентских грантов по первой части этой работы, про выработки модели. И к нам пришли наши менеджеры, ну, кто курирует наш проект. И на самом деле, я должна сказать, что сотрудники ФПГ работают очень четко. Они прочитали всю информацию, которую мы им прислали. Реально всю. А потом сказали, Татьяна, это очень здорово, что вы делаете. Вам надо бы рассмотреть, как бы включить базу данных фонда президентских грантов в список тех платформ и тех баз данных, которые могут подвергаться верификации. Я сказала, ну, так это чудесно, мы так и хотели. Мы хотели использовать все существующие базы данных, сколько бы их ни было, и сколько бы ни было там участников для того, чтобы вот их парсить, да, то есть их анализировать, экстраполировать и представлять в качестве аккумулированной информации. И ФПГ сказал, нам нужно только решить, как вы запишете заявление, ну, на имя руководства и в каком формате мы вам дадим. Та же самая история, мы хотим еще работать с Федеральной налоговой службой. Там есть информация частью бесплатная, а частью платная. Ну, то есть, если ты хочешь совсем такую, ну, минимальную информацию об организации, ее можно получить бесплатно. Если заплатить несколько количеств денег, то можно получить более систематизированную информацию о работе организации. А если заплатить еще больше денег, то можно получить еще больше развернутую информацию о деятельности некоммерческих организаций. Теперь относительно того, какие основные четыре направления работы некоммерческих организаций, именно благотворительных, которые мы собираемся анализировать. Я хотела бы сказать еще раз, что рэнкинг это не про эффективность работы, рэнкинг это про прозрачность некоммерческого сектора. Соответственно, информация, которая будет проверяться, она состоит из четырех основных кластеров. Первое – это наличие организации в соцсетях, это наличие сайта организации, наличие организации в социальных сетях типа Facebook, ВКонтакте, что там еще, Instagram, ну, в общем, в различных сетях. Вторая история – это история про то, как организация отчитывается перед, ну, социальная отчетность, условно говоря, да, это, есть ли у организации годовые отчеты, как они представлены, а если у организации, например, нету годового отчета, но она все равно представляет в каком-то другом формате информацию о себе, в частности, о том, кто в ней работает, какой там попечительский совет и так далее, и так далее, кто сотрудники, есть ли годовой отчет организации или, например, буклеты или еще какая-то форма работы с обратной, сбора обратной связи от своей целевой аудитории, то это будет все анализироваться. Третье – наличие финансовой информации. Это абсолютно важно. Организация должна вести финансовую деятельность, и информация о финансовой деятельности благотворительных организаций, она должна находиться в публичном пространстве. И последнее направление, которое будет анализироваться, оно называется управление рисками. Что это такое? Управление рисками – это целый кластер информации, который часть информации о работе некоммерческих организаций, который говорит о том, что у организации есть либо попечительский совет, или совет директоров, или совет учредителей, неважно, как это называется, это некая организация, группа людей, которые не связаны материальными интересами с организацией и являются источником независимой экспертизы о работе некоммерческой организации. Есть ли у организаций, которые занимаются, например, фандрайзингом, защищенные каналы информации на сайте, занимается ли организация сбором денег на карты частных лиц, потому что мы считаем, что это высокий уровень риска для некоммерческой организации, есть ли там, допустим, у организации Яндекс.Кошелек и так далее. И вся эта информация будет представлена в виде агрегированных полос со списками некоммерческих организаций по пяти звездам. Еще что важно, что платформа дает возможность анализировать организации с разных точек зрения. То есть можно будет агрегировать всю информацию, например, про один регион или про одну целевую аудиторию, с кем организация работает и так далее. Ну, то есть это будет похоже на Аксесс, но более развернутая ситуация. То есть можно будет по-разному представлять результаты работы некоммерческих организаций. Теперь относительно того, что у организаций будут некоторые, как мы думаем, которые не получат звезд. У каждой организации будет так называемая карточка фонда или личный кабинет. И там будет осуществляться связь между сотрудниками фонда и некоммерческими организациями. Условно говоря, например, некоммерческая организация получила две звезды или там одну звезду, и они обращаются к нам и говорят, негодяи мексиканские сотрудникам, вы не учли то-то, то-то и то-то о работе нашей организации. Мы говорим, вот, пожалуйста, личный кабинет, вы можете туда положить все, что вы считаете нужным. Может быть, мы что-то пропустили, и это можно будет сделать. И информация может подаваться в режиме, ну, в текущем режиме. Рэнкинг будет выходить один раз в год, а потом мы предполагаем, что он будет возобновляться. Если будет все в порядке с деньгами, то это будет один раз в год. А если, может быть, какая-то там история сложится, что не будет получаться, не реже, чем один раз в два года. Потому что организация может настолько сильно поменяться за два года, что ее можно будет потом вообще не узнать. Что же еще я хотела сказать? Да, ну, это по поводу того, что у организации будет или не будет возможность достать информацию о себе и иметь ее представленной в личном кабинете. Теперь относительно того, как все это будет работать руками или не руками. Мы предполагаем, что на первом году будет соотношение автоматической работы к ручной 75% на 25. То есть 75% будет автоматической работы, а 25% будет у ручной. Я не знаю, отслеживаете ли вы, например, последние тенденции, как работают там большие базы данных, что можно с ними делать. Но сейчас уже есть такой алгоритм автоматизированный, который по ключевым словам, анализируя документ в публичном пространстве, может определить, что это, например, может быть годовой отчет некоммерческой организации. Или что это может быть финансовый отчет. Так вот ситуация, когда будет развилки, то есть когда будет непонятно, куда отнести документ, выбранный, отобранный и предоставленный платформой, то есть автоматом, тогда нужно будет решать на понятийном уровне сотрудника. Ну, уважаемые коллеги, мне кажется, что я, наверное, рассказала уже почти все, что я хотела на эту тему. Практически все вопросы, которые я себе ставила, да, я осветила. Наша с вами презентация сегодня была не похожа на предыдущие. Теперь я вам расскажу, прежде чем мы перейдем к вопросам. Я хочу вам сказать, что мы сделали целый ряд презентаций уже до этого. Да, и одним из опасений ото всех своих коллег, которых я видела, когда мы еще только разрабатывали это, задумывали об этом, они мне говорили, ну, в зависимости от того, насколько мы близко знакомы, либо Таня, либо Татьяна, либо Татьяна Гавриловна, вы понимаете, сколько гнилых помидоров у вас может полететь? Я сказала, ну, да, наверное, какие-то, может, гнилые помидоры полетят, но как это называется? Дорогу осилит идущие. Если я как эксперт, и, Марина, спасибо за то, что вы называете меня федеральным экспертом, да, если я в этом бизнесе уже с 1996 года и до сих пор работаю, никуда не ушла в какую-то другую сферу, значит, я думаю, что я могу определиться, наверное, как мне кажется, если меня поддерживают коллеги, какой вот инструмент вместе с экспертами мы можем выбрать как инструмент, который работает для некоммерческого сектора. И первую презентацию, которую мы делали, она была сделана в Петербурге на конференции, которую проводит «Добрый город Петербург» для сообщества добрых городов России. Это было в октябре, и Дарья дала мне возможность выступить, и мы с Вячеславом Ивановичем Бахминым и Олегом Шерепковым рассказывали некоммерческим организациям, которые там были, представителям их о том, какой вот рэнкинг мы задумали. Туда мы еще думали, что это будет рейтинг, и рейтинг как-то так не так режет слуг для некоммерческих организаций, люди не задают вопросы, а что такое рэнкинг, рейтинг, в чем разница и так далее. Так вот, когда мы сделали эту презентацию, никаких помидоров у нас не полетело. Было несколько обратной связи. Во-первых, организации сказали, боже, если у вас это взлетит и заработает, нам это очень сильно поможет, потому что региональные организации пытаются внутри региона определить, кто у них работает, кто может быть их партнерами, кто занимается такой же деятельностью, можно ли с этими организациями делать какие-то партнерские проекты. И организации говорят, что нам бы это очень сильно помогло, потому что от нас это отнимает ресурсы, у нас, собственно, нет денег на эту проверку, поиск организации, потому что это отрывает от основной деятельности, от исполнения миссии некоммерческой организации. Это был первый вопрос. Вторая реакция была, организации сказали, да, 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 мы хотим участвовать в этом деле и согласны сотрудничать, и это был, ну, как бы такой позитивный ответ. Были ли все позитивные ответы? Нет, не все. Однажды вот я рассказывала, что мне звонила директор, вернее, директор по развитию одной очень известной организации, которые сказали, что мы хотим, чтобы вот это был рейтинг, и мы хотим занять в нем первое место и так далее, а вы, типа, такими глупостями занимаетесь, собираетесь просто собрать информацию некоммерческих организаций и создать некий список некоммерческих организаций. Мне этой даме пришлось довольно долго объяснять следующую вещь, что нельзя строить серьезные, как бы, решения о работе, эффективности работы некоммерческих организаций, когда у тебя нет базового представления о том, кто вообще в секторе работает, а кто находится только зарегистрированным. Это самая первая точка, ну, как бы, расхождения между всем и всем. И мы с ней довольно долго разговаривали, с этой дамой, и в конечном итоге она говорила, ну вот, а почему же вы не возьмете, не сделаете сразу оценку эффективности? Я сказала, слушайте, потому что оценка эффективности стоит больших денег. Я так оцениваю вот так, чтобы оценить эффективность некоммерческих организаций, где-нибудь ценник должен быть миллионов 11. Если вы согласны нам дать миллионов 11, мы вам сделаем оценку всех некоммерческих организаций сектора. Она мне говорит, ой, а у нас нет денег. Я говорю, не поверите, ни у кого нет денег, да, потому что это такая история, которая, она финансово затратная, она очень экспертная, то есть ее не каждая организация может делать, да, и, соответственно, нужно понимать вообще, что ты там делаешь. Дальше мы от всех регионок, где мы делали презентацию, к вам, уважаемые участники сегодняшнего обсуждения, я обращаюсь ровно с тем же запросом. Мы хотели бы получить обратную связь. Вообще обратную связь в том формате, вот что вы услышали. Нужно, не нужно, как вы считаете? У нас информация вся есть на сайте. На сайте есть список экспертного совета. Наши исследования по международным, по международным рэнкинговым платформам. Дальше. Основные, описание проекта, что мы сделали и как. Основные направления, как мы будем оцениваться. Кто является объектами ретингования. О том, что есть информация об организациях маленьких до трех миллионов и организациях от трех миллионов и выше. И мы собираем обратную связь. И вот еще у нас получился довольно живой такой, знаете, диалог, ну потому что это был формат такой разговорный в большей степени, с участниками добрых городов и селений. И там вот несколько человек написали, что вот мы боимся, знаете, о чем? Что рэнкинг будет работать, как обычно, только на большие организации. А на маленькие организации работать не будет. Ну ты не поверишь, у нас в чате тот же самый вопрос. Ага. И что там, Марина, написано? Да. Рейтинг выгоден исключительно тем, кто будет там первым. Не кажется ли вам, что малые организации пострадают от того, что они публично окажутся за бортом? Снова делаем хорошо тому, кому и так хорошо. Вот видите, то есть у нас получается, что люди думают о том и том же направлении. Вот ровно для того, чтобы это снять, ну как бы вот это, как это называется, это противоречие, у нас будет определенное количество критериев и требований к организациям до трех миллионов. И для организаций от трех миллионов и выше. Он не будет сильно лайтовый, но он будет лайтовый для них, потому что сделать, например, независимый аудит, когда ты не должен, и у тебя бюджет полтора миллиона, это не совсем одно и то же, что сделать независимый аудит организацию, которой там 20 миллионов. Таня, а вот есть ли организации, ну, и до миллиона не дотягивают? Марина, а я хочу сказать следующее, что организация может не дотягивать до миллиона и вести себя совершенно профессионально на рынке. Да, я согласна. По целому, рязному обстоятельству. И вот это главная история, чтобы когда мы будем это делать, чтобы мы вместе с купелью и ребенка не выбросили. Это то, о чем нужно обязательно думать, потому что я четко уверена, что нет прямой закономерности между количеством денег у организации и качеством ее работы. То есть это не арифметическая прогрессия. Чем больше денег, тем выше качество. Спасибо, что вы поддерживаете. Часто это наоборот. И организации, у которых много денег, они начинают небрежно относиться и к своей обратной связи с заинтересованными лицами, и к отчетности, и ко многим другим. И, например, взаимодействие с различными донорскими организациями, и с партнерством они подтягивают все одеяло на себя. Ну, то есть вы понимаете, да, о чем мы говорим, как люди профессионально занимающиеся в этом секторе, работая по реализации миссии. Поэтому я считаю, что организация может иметь малый бюджет и очень хорошо работать. Точно так же, как организация может иметь и большой бюджет, и хорошо работать, и в обратном формате. То есть вариации возможны. Да, ну вот, вот это была обратная связь от людей, которые нам так и сказали, и ваши уважаемые коллеги из Архангельска, ну, подтверждают тот факт, что это так и есть. А вот если, позволю себе спросить, вот если организации, и, к сожалению, и, а может, и, к счастью, уже потому что все ненавидят интернет, мне кажется, в последнее время, вот если организация, например, мало присутствует вот в публичных каких-то форматах, откуда должна подтягиваться та информация, которая будет давать возможность занесения на сайт, то тогда она сама может, сможет заносить свой личный кабинет. Или все-таки все равно где-то надо из публичных данных это будет врать. Марина, смотрите, тут какая история. Вот информация изначально, личный кабинет формируется на основании вот сбора информации в паблике. И, соответственно, по какой-то организации, например, информации мало. И мы делаем такую сноску, что информация не получила никакой звезды в рейтинге, потому что по ней мало информации в паблике, и мы не беремся, не берем на себя, ну, как бы, обязательства представить ее в качестве звездности. Это называется, я же все по-английски, да, это ограниченная ответственность, да, то есть она у всех рейтинга существует, это называется limited liabilities, да, то есть ты несешь ответственность только за то, что ты можешь найти, да, а за то, что ты не можешь найти, ты не берешься, ну, это как с аудиторами, аудитор же иногда говорит, я воздерживаюсь от высказывания аудиторского мнения, да. Вот та же самая история будет она и у нас, что у нас нет достаточной информации для того, чтобы дать определенную звезду некоммерческой организации, но, возвращаясь к напечатанному, для этого есть личная карточка организации и личный кабинет, и если организация заинтересована в том, чтобы представить о себе какую-то информацию, то она может обратиться, и у нее будет доступ к тому, чтобы можно было внести информацию о себе в личный кабинет организации. Ну, вот Олег еще пишет, что проведение аудита прямо зависит от денег, которых при всем профессионализме у нас нет, но это критерий. Но, да, в этом отношении есть организации, у которых есть обязательные аудиты, к ним тогда определенные требования, да, а если обязательно аудита нет, если я правильно помню, то в рэнкинге это просто информация, что организация дополнительно имеет аудит, то есть она не занижает. Да, спасибо большое. Тут вот, Олег, есть два момента. Есть организации, которые по своей юридической форме обязаны проходить аудит. И это абсолютная необходимость. Если организация не проходит аудит, будучи зарегистрирована как благотворительный фонд, то это существенно снижает результативность. Если организация, ну, в рэнкинге и представительство организации в рэнкинге по звездности, если организация не обязана проводить аудит по закону Российской Федерации, то это нейтральный, это никак не влияет ни положительно, ни отрицательно. Это просто по факту организация не обязана, и, ну, как бы, и все. Но есть такой момент. Организация, например, не обязана проводить внешний аудит, но уровень ее самосознания или управленческие процессы доведены до такого характерного блеску, что организация делает независимый аудит, даже когда она не должна это делать. А такие организации есть. Когда есть у организации много денег, я считаю, что она вполне себе нормально может позволить сделать независимый аудит именно потому, что эта организация хорошая и так далее, и так далее. Так вот, если такая штука будет происходить, то у нас есть такой определенный показатель, который дает 0,5% к положительному, ну, к положительному подсчету формулы. Я надеюсь, что это вопрос, да? Да, говорит, результативность или оценку. Вот здесь именно, что если нет обязательного аудита, то это никак на вот эти, на звездность в рэнкинге не повлияет. Абсолютно. То есть нет аудита, нет у вас по закону обязательства иметь аудит, значит... Все нормально. Да, все нормально, ничего с оценкой не поменяется. Если у вас по закону, например, вы фонд, и по закону вы обязаны проводить аудит, но у вас нет денег, и вы поэтому его не проводите, это снизит оценку, потому что вы нарушаете закон. И в этом отношении, значит, нет денег, не регистрируем фонд. Это один из рисков при регистрации фонда, что надо проходить аудит. Но опять же, сейчас, скорее всего, разрешат не проходить аудит, если уже не разрешили. Если у тебя меньше трех миллионов у фонда, и значит, тогда это ни на что не повлияет. Совершенно верно, Марина. Разрешили уже не проводить аудит. Ну все, значит, да, если фонд меньше трех миллионов имеет бюджет в год, то он может не проводить аудит, и ничего, никак это не снизит его показатели в рэнкинге. А вот еще был вопрос, что существует декларация прозрачности НКО. Там примерно те же критерии. Не плодим ли мы смыслы? Смотрите. Декларация – это только декларация. Да, да, все же зависит от того, как ты будешь применять это, потому что, ну как моя бабушка говорила, ты хоть горшком назови, только в печь не сажай, да? Декларация – это некое публичное заявление о том, о намерениях. Вот так я бы сказала, да? Да, ну, например, мы сказали, я хорошая, да, я прозрачная, я подписываюсь под декларацией, но при этом не провожу аудиты, деньги собираю в ящики тихо, вот. Да, да, или на карточке, да? Да, да, да. И так далее. Да, потому что декларация – декларации, а… А рэнкинг подтверждает, являюсь, ну, выполняю ли я то, под чем я подписалась, правильно? Абсолютно, совершенно верно. И это было одно из самых важных условий, после чего юристы за гражданское общество согласились стать нашими пробонопартнерами, потому что они сказали следующее, если вы собираетесь делать вот это шинды-мынды с официальным требованием закона, мы не участвуем, да? То есть это должно быть официальное исполнение некоммерческими организациями требований законодательства. Спасибо. Спасибо. Ну, вот на самом деле я хочу сказать, может быть, да, чисто как в комментарии, мы уже несколько лет занимаемся тем, что делаем карту ресурсных центров, в которых есть карточки, в которой организация заполняется сама, мы ничего не собираем снаружи, но даже обсуждая то, как эта карточка должна выглядеть, и, например, там есть такой пункт, как… Отметьте сами себя, на каком уровне развития вы находитесь, на старте, в росте или в зрелости, да? И то вызывает кучу вопросов, потому что, типа, о суде и кто, кто скажет, что вот я себе поставлю, что я в зрелости, а может быть, на самом деле… Ну, вернее, я поставлю, что я в росте, а может, на самом деле я в зрелости. Ну, то есть вот вообще любой вопрос рейтингования, систематизации или там присвоения звезд, он всегда вызывает вопросы. Но мне кажется, что это такой путь, который мы никак не обойдем, особенно вот в связи с началом принятия вот закона по льготированию для бизнеса. У нас, кстати, завтра вебинар будет с Дарьей Милославской по поводу того, как применять этот закон по льготе для бизнеса, который вот… вот эту норму, да? И все равно в любом случае, раз есть норма, чтобы бизнес сможет получать льготы, значит, где-то должен быть реестр тех, кто входит в зону вот этого доверия, да? Опять же, льготы государственные в рамках пандемии должен быть реестр, по которому ты либо относишься, либо не относишься к этим организациям. И мне кажется, что это такая сложная тема. Я прям преклоняюсь перед вами, что вы взяли на себя ответственность ее двигать, но мне кажется, что нам никуда не деться, и все равно разного рода вот систематизации и рентинги будут потихоньку внедряться, потому что это важно. Понимать, кто работает, кто как работает, и иметь возможность себя с кем-то сравнивать. Я прям крутой, или мне только кажется, что я крутой, да? Ну, Марина, спасибо большое. Да, это правда за то, что вы говорите, да, потому что я долго шла к этому, да, много лет я наблюдала за тем, как работают американцы. Они вызывали у меня дикое восхищение, потому что они строили бизнес-планы реализации своих социальных проектов на перспективу, допустим, 10 лет. И они говорили совершенно четко, через 10 лет, например, я снижу уровень болезни лишнего веса у детей средней школы на 5%. Мне казалось, что это полная воображаемая история, ничем не подкрепленная. Но поскольку все люди эти говорили одинаково, ну, то есть они говорили про разные темы, говорили про разные проценты и так далее, но они все делали вот такие бизнес-прогнозы. Я видела это на всех международных конференциях, что на каком-то этапе я просто подошла к американцам и спросила, слушайте, но это же неправда. Они говорят, нет, это правда, Таня. Я говорю, а как вы это считаете? Он говорит, а у нас есть, например, 10 баз данных или 20 в нашем каунте, ну, там, в районе, да, в какой-нибудь там штате. Есть 20 баз данных по детям, по социальному скринингу, про средние школы, про финансовое состояние детей, про занятие спортом, про правонарушения, про вес, про болезни, связанные с лишним весом, там, ожирение, еще что-то такое. И мы эти базы данных собираем все вместе, мы их анализируем, мы их экстраполируем, а потом на основании того, как идет динамика за последние, например, 20 лет, нанимая людей из исследовательской среды, мы делаем эти бизнес-модели. И я себе сказала, во, это то, как мы бы тоже могли бы это делать, но у нас абсолютное отсутствие баз данных. То есть нам, прежде чем экстраполировать чего-то, нам нужно самые базовые вещи решить, то есть отделить работающих реально от неработающих, потому что у нас полно и полно организаций, которые зарегистрированы на бумаге, и мы про них и знать не знаем. Это первая история. И очень важная история, следующая связана. Мне кажется, что рэнкинг, если он заработает, это будет очень серьезным шагом для формирования СРО, саморегулирующейся организации. И это важно, то есть когда мы занимаемся своей собственной саморегуляцией. Я об этом говорю, как заезженная пластинка. Лучше, если мы сами самоорганизуемся и сами скажем, что для нас правильно и неправильно, вместо того, чтобы ждать, чтобы кто-то из внешнего пришел, неважно, кто это. Это будет РАЭКС, который оценивает нас точно так же, как страховые компании. Или это будет государство, который придет и скажет, а сейчас мы вам расскажем на самом деле, по каким правилам вы должны жить. Вот чтобы этого не было, это уровень нашей собственной самоорганизации и, как мне кажется, уровень зрелости рынка социального, вот мне так кажется. И это первое. Второе. Я считаю, что если эта история выстрелит, а я обращаю ваше внимание, что сейчас это только драфт, это только модель, которая будет опробироваться. Если она заработает, то нормальная бизнес-модель, как я себе представляю, должна выстроиться не раньше, чем к 2024 году. Нормальная бизнес-модель – это модель, которая будет обеспечивать деньги для того, чтобы люди и машины могли работать и перепроверять рэнкинг, перестраивать его один раз в год. Это могут быть разные вариации. Это могут быть гранты, это могут быть пожертвования от компаний, которые, например, хотят проверить организации, например, на оценку эффективности. Это может быть частный фандрайзинг, это могут быть инвесторы, то есть это разные поступления. Ну так вот, если эта модель сработает, и она запустится, и она будет как самовоспроизводящаяся, успешная бизнес-модель, я себе сказала, я могу спокойно уходить на пенсию. И буду радоваться за развитие сектора. Но, Марина, мы с вами... Долго вам еще, долго вам еще работать. А вот я вам и сказала, что мы с вами выступали на этой сессии Министерства экономической развития, где ввела Маковецкая нашу сессию с вами, да, когда мы первый раз рассказывали о том, что вот мы задумали, у нас еще даже не было исследования, но вот мы хотели рассказать всем, что мы это придумали и делаем, и я тоже сказала, уйду на пенсию, как заведу, Маковецкая сказала, ну-ну, вам вообще не следит на пенсию уйти. Но это правда, я очень заинтересована и профессионально, и лично в этом проекте, потому что, мне кажется, что это важно для нашего сектора всего. Вот. В длинной перспективе, потому что, если мы хотим с вами работать в долгую, а ситуация у нас поменялась, у нас сейчас государственный фандрайзинг рулит, государство обращает все больше и больше внимания на социальный сектор, и если раньше источником устойчивого развития некоммерческого сектора были иностранные грантодающие организации, институциональные доноры, корпоративные доноры, то сейчас мы плавно, медленно, но верно переходим в сторону государственного фандрайзинга, и, соответственно, мы тоже должны с этим извиняться. Это нехорошо, это неплохо, это вообще никак, это просто уровень развития нашего с вами сектора, и мы должны ему соответствовать. Вот так мне кажется. Спасибо. Может быть, вопросы, нас не очень много, поэтому можно камеры включить, голосом задать вопросы или в чате, если вдруг у кого микрофоны не работают, но мне кажется, что это очень важная тема, мы имеем ее так, это такой вброс, это понятно, что нам много еще про это нужно обсуждать, и мне кажется, что вообще тема обсуждения, оценки результатов нашей работы, нашего поведения в публичном пространстве, определенной там систематизации деятельности некоммерческих организаций, это все темы, которые все больше и больше, да, саморегулирование сектора, это все темы, которые больше и больше будут выходить на первый план, в том числе потому, что когда мы получаем в таких объемах бюджетные деньги, то, ну и бизнес сейчас тоже немножко меняет подходы к своим средствам, которые вкладывают в социальную сферу, нам все чаще и чаще надо будет доказывать эффективность того, что мы делаем, результативность, да, вот эти вот 5% похудевших детей, ведущих здоровую образ жизни, нам надо научиться выискивать во всех местах, вот, и знать, каким сантиметром мерить, вот, потому что, конечно, сейчас вот одна из вещей, с которой мы часто сталкиваемся с тем, что мы вроде дело-то делаем и на уровне спинного мозга понимаем, что результат есть, а вот когда нас спросят о докажите, вот тогда возникают большие вопросы. Да, не могу с вами согласиться больше, чем я уже согласна. Да, да, да. Да, это очень, вот пишут, что это очень большой труд, ну, и я понимаю, что, может быть, вопросов нет, потому что, правда, мы эту тему, особенно на региональном уровне, еще практически никогда не обсуждали, и спасибо огромное, Татьяна, что вы вот вышли с инициативой проведения дискуссий на эту тему, и мне кажется, что нам надо просто потихонечку начинать это, правда, обсуждать, и, ну, чтобы оно, знаете, не догнало из-за угла, я тоже абсолютно соглашусь, Татьяна, с тем, что вы говорили, что лучше мы сами как-то себя структурируем, да, как систематизируем, поймем, что у нас не так, и быстро доделаем, чем это придумает за нас кто-то другой, тогда показатели там будут такие, что мы под них никогда не попадем, потому что если кто-то не работал, вот в этом, в той модели, которую вы сейчас предлагаете, вот Татьяна немножко рассказала об этом, но я могу сказать, поскольку я вхожу в экспертную группу, сколько раз мы обсуждали каждый из вопросов, сколько раз мы обсуждали формулировки, да, надо его оставлять, не надо, должен он влиять на звездность, не должен, это, конечно, если бы нас кто-то со стороны пытался рейтинговать, никто бы так в нюансы не полез, и то есть, вот да, всегда опасения, а вдруг для малышей это будет неприемлемо, и поэтому лучше, правда, нам делать это самим, всем вместе, и тогда это будет, ну, наверное, не очень просто, но, по крайней мере, честно, и будет подходить для большинства, вот, так что спасибо огромное, Татьяна. Ой, и вам тоже спасибо, зовите, с удовольствием приеду в Архангельск еще. Мы, да, мы позовем. Слушайте, а вы знаете, я привыкла, я не знаю, все жалуются на интернет, я вообще-то не интернетный человек, да, как некоторые уже успели заведеть, но мне ужасно комфортно, нереально. Мы загрузили все эти ЦУМы, ТИМСы, компьютеры купили, я, правда, еще не все освоила, да, но мне очень легко, я теперь прям считаю, что куда-то ездить, если можно посидеть перед компом, за час там отстреляться, и все получается, но, конечно, надо выходить в обратный оффлайн формат, да. вот, ну, во-первых, я хочу сказать, что вот если бы это было очно, то вопросы были бы больше другие, и мы бы смогли пообсуждать, поэтому вот очень трудно запустить обсуждение, особенно таких сложных новых тем, поэтому я так вот не люблю по-прежнему ЗУМ, и очень хочу со всеми увидеться. Ну, вот, прежде чем мы закончим, вот от Олега есть еще вопрос, что если говорить о рейтинге, в принципе, не кажется ли, что даже в оценке эффективности следует разделять НКО, которое оказывает помощь людям, и НКО, которое занимается чем-то другим. Вот ваше мнение интересно, это может не совсем по теме вопрос, но вот именно мнение. Вот смотрите, Олег, да, я хочу сказать вам следующее. Я считаю, что нет никакой принципиальной разницы, чем ты управляешь, продажей кастрюль или социальными проектами. Со мной многие не соглашаются, потому что принципы одни и те же. Эффективность, менеджмент, управленческие процессы, как ты выстраиваешь там цели и задачи, есть ли у тебя понимание, куда будет развиваться организация. Я считаю, что нет никакой разницы. Абсолютно. Другое дело, что меняются приоритеты, да, и начинают выплывать новые темы, которые раньше вообще не были в рамках, ну, как бы парадигмы социального внимания. Например, собаки, да, или такой всплеск интереса к пожилым людям, вообще тематики, связанные с пожилыми людьми, да. Это же есть драйверы, есть фонды, которые оседлали эту тему, и у них очень большое количество денег. И слава богу, что у них есть менеджмент. Поэтому мое глубокое убеждение не имеет ни малейшего значения. Все зависит от эффективности. Если эффективность лечить ребенка за миллион, значит, это эффективно лечить ребенка за миллион. Главное, чтобы там был экспертный совет, чтобы правильно были прописаны процедуры, чтобы не было волюнтаризма при принятии решений, чтобы не было хотелок, да. А если там собаку можно за пять тысяч рублей вылечить, то это тоже хорошо. Но главное, чтобы мы понимали, где мы находимся, что мы делаем, и вообще для чего мы существуем. Ну и здесь вот, наверное, принципиальная разница, что это как раз позволяет отделить вопросы управления, эффективности, принятия решений и так далее. Вот здесь все равно кастрюли, больные дети или собаки. Да, вот. Ну то есть именно в процессах управленческих. А если мы будем говорить о том, как мерить результативность с точки зрения там эффективности вкладывания денег, то, конечно, то тоже примерно так же, но только критерии будут разные. Условно говоря, да, то есть я когда-то на экспертном совете говорила, что нельзя оценивать проекты, когда мы решаем давать деньги или нет, прямым делением количества запрошенных денег на количество благополучателей. Потому что, ну, туристический поход или там лагерь загородный для здоровых детей и загородный лагерь для детей-инвалидов, второй будет стоить дороже, людей там будет меньше и на одного человека он будет существенно дороже. Вот. То есть, но никто же не предлагает именно такого способа оценки результативности. Вот здесь как раз должны быть просто правильные подходы к этому. Вот, Марина, не могу с вами не согласиться, потому что я считаю, что это абсолютно правильно. Нельзя всех, ну, как бы нельзя просто разделить количество денег на количество получателей помощи и сказать, что это единственная шкала оценки эффективности. Это, несомненно, одна из шкал, но она далеко не единственная. И нужно брать это дело все в комплексе, да, потому что это важно для понимания, да, потому что, смотрите, например, когда мы тут продавали одному донору историю про собак-поводырей, когда они спросили у нас, сколько стоит на выходе одна собака для незрячего человека, мы посчитали и думаем, не дадут денег никогда от 4,5 до 7 тысяч долларов для собаку. Я пошла, конечно, такая понурая и сказала, ребята, не могу, но вот такая цена. Они сказали, нормально, да. Та же самая история, когда, например, даются образовательные проекты для детей, выпускников детских домов для того, чтобы они получили права, да, управления автотранспортным средством, чтобы потом могли трудоустроиться. Мы однажды работали с одной компанией, с фондом французским, на эту тему у нас были очень низкие показатели, мы были страшно расстроены, просто нереально. У нас, по-моему, 38% было только выпускников детских домов, которые дошли до сдачи, до сдачи, как это называется, до сдачи, да, не до сдачи экзаменов, для получения прав. И когда мы к ним пришли, а это был, знаете, фонд Асиос Ситей, Ситроен, Пежо, ну и так далее, французы, они сказали, да вы что, это прекрасные показатели, потому что мировая статистика говорит, что уровень успешности этой целевой аудитории в этом направлении от 28 до 43%. Норм, понимаете? И это считается очень высоким показателем. Но при этом все равно можно сравнивать между собой, условно говоря, когда мы понимаем какие-то показатели, как это должно быть на уровне определенной целевой группы, например, людей с инвалидностью, то это может быть какая-то вилка, да, и мы понимаем, у нас сложные, много там, дети с множественными нарушениями, один, как бы, один процент, там, ну, допустим, реабилитированных, да, более легкие варианты, другой, но все равно можно сравнивать между собой разные организации, работающие в этой сфере. Совершенно верно, Марина. Я считаю, что это одна из историй, почему рэнкинг может работать, потому что это горизонтальный анализ деятельности некоммерческой организации и сравнение себя с похожими тебе же, да, вот когда мы работали, я работала в United Way, мы же давали гранты, да, и сначала это было не United Way России, а United Way Москва, и мы давали деньги четырем социальным категориям населения, и все практически были одни и те же организации, которые мы знали. Так вот, мы создавали специальный бенчмарк, и мы организации сравнивали разные, но смотрели, сколько они платят психологу, сколько они речевому терапевту, сколько они там мануальному терапевту платят, да, сколько стоит продуктовый набор и что в него входит. Это невероятно интересная информация, которая дает тебе понимание, работает ли организация в рамках мейнстрима, или, например, у нее статистический выкидыш, то есть у нее либо высокий ценник, либо низкий ценник, и если он находится в рамках вот бенчмарка горизонтального и все с ним нормально, то они не вызывают у тебя вопросов. А как только это сильно выше или сильно ниже, ты как донор начинаешь задавать вопросы, почему это так? И ответы на эти вопросы иногда бывают крайне экстравагантными и очень сильно помогают донору понять вообще, кто есть кто и что они с тобой собственно работают. Спасибо. Спасибо огромное. Ну вот мы, да, мы обещали час, немножко превысили, час 15, но мне кажется, было очень интересно. Спасибо большое. Если вдруг есть еще вопросы, то еще пока можно включить микрофон или написать в чате. Вот. Если вопросов нет, то, наверное, мы поблагодарим Татьяну за такой крайне интересный вброс нам темы. Вот. Я очень надеюсь, что мы будем это обсуждать и дальше. в том числе, потому что у нас в Архангельской области есть такой придуманный нами проект, который называется НКО, не НЛО. А, да, я видела. Да. Мне кажется, что это вопрос про то, что мы хотим, чтобы про нас узнали со стороны, да, другие сектора, но не менее мы хотим узнать и друг про друга, да, и про самих себя. Поэтому мне кажется, что это такая тема, которая поможет нам тоже в этом разобраться. Спасибо, коллеги. Марина, спасибо большое за организацию. Была прекрасная дискуссия. Вот. Остаемся на связи и всего всем доброго. Спасибо. Вы можете всегда к нам обратиться. Обратную связь мы собираем в любом формате. Даже если она негативная, мы все равно собираем. Потому что нам это поможет, да, сонастроиться. Вдруг там что-то такое мы упустили, не подумали. Спасибо, всего доброго. Ну и до встречи в Архангельске, Татьяна. Да, обязательно. Я с удовольствием приеду. Да, до свидания. Спасибо большое. Коллеги, завтра, если интересно, то у нас дискуссия про, да, вебинар про благотворительность. Поэтому, да, как применять налоговые льготы, я бросала в чат ссылочку или и у нас на сайте тоже это есть, и в группе в Фейсбуке, в группе Центр Гарант тоже есть ссылка. Будем рады вас видеть. Всего доброго, хорошего дня. Я думаю, что мы так же, как обычно делаем, участникам сегодняшней встречи разошлем полезные материалы, в том числе ссылку на эту, очень полезную информацию. Спасибо всем большое. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...